Итак, мы поговорили немного о тех культах, которые существуют у нас в стороне, о тех ложных учениях, которые существуют помимо христианского учения. Мы видим, что мир действительно не просто наполнен, а переполнен различного рода мнениями о духовном мире, мнениями о Боге. И кажется, что такой плюрализм, он лишь помогает людям, он лишь дает большую свободу выбора. Я привожу такой пример всегда. Знаете, когда у нас начиналась работать система ПВО, сейчас просто более совершенные уже системы работают. Это не так все просто, как я сейчас говорю. Но раньше было следующим образом. Летит самолет, нарушитель, который хочет узнать секреты нашей Родины. Но наши ракетчики не спят. Они облучают радаром этот самолет. У них на дисплее получается засветка. Точечка, черточка, как у них там засвечивается. И они видят, вот нарушитель проник на нашу территорию, его нужно сбить. По этой точке наводится ракета, пускается, самолет-нарушитель сбит, все получают награды, границы на замке. Но нарушители стали хитрее. Они стали выкидывать, образно говоря, фольгу из самолета. И тогда оператор РЛС видел вместо одной засветки тысячу. Но поскольку ракет невозможно было пустить тысячу, нужно было как-то выбирать, куда же, по какой цели пускать. Так вот, я думаю, сейчас в нынешнем мире происходит примерно следующее, что дьявол действительно не может изменить ни Евангелие, ни Весть о Христе, ни те факты, которые говорят нам о его божестве, о его спасении, о его роли в нашей жизни. Поэтому что он делает? Он создает множество ложных засветок. То есть множество различных мнимых ложных целей, которые уводят человека от истины, которые создают видимость истины, но на самом деле уводят человека от спасения. Уводят человека в ту участь, которой он никогда не желает сам для себя, которую он никогда не хочет. Но дорога эта приукрашена такими вещами, как знания, некие высшие абстрактные человеческие ценности, какие-то цели самопознания. И в первую очередь это гордость. То есть противник Божий и противник человека играет на человеческой гордыне. И это одно из тех самых зол, которые используются сатаной для того, чтобы искушать человека. И мне кажется, это самое эффективное средство, потому как, когда нам представляют, что мы прекрасны, что мы божественны, что мы умны, мы далеко пойдем, мы обладаем всеми способностями, нам лишь стоит только осознать, что мы есть божество или мы божественны. И мы действительно станем богами. Все эти мысли питают самолюбие людей, которые идут по этому пути, ищут его. Но это не значит, что нам стоит с некоторым пренебрежением относиться к этим вещам, потому что мы должны к этим людям. Потому что мы должны помнить, что и сами были на пути гордости, и сами были на пути жизни, которая приносит именно для нас собственного удовольствия. Да и во Христе мы не чураемся милых нашему сердцу страстей, или забав, или еще что-нибудь. И во Христе мы как бы немножечко любим погордиться собой, любить себя. Я не хочу сказать, что это нормально, просто хочу сказать, что мы должны понимать, когда обращаемся к тем людям, мы не есть ангелы, сошедшие с небес для некого темного мира проповедовать светлое будущее. Но мы должны помнить о той пропасти, из которой мы сами были возвращены Богом. И эта мысль должна рождать в нас еще дополнительное чувство любви и уважения к тем людям, кто запутался. Кто, возможно, искренне ищет Бога, но не может найти его. Потому что противник мира человеческого, он усиленно создает всевозможные помехи на этом пути. И вначале мы говорили о том, как трудно неверующему найти Бога. Мы, конечно же, понимаем, что никто не придет к Господу, если сам Господь не призовет его. Но мы не знаем всей этой глубины призвания, поэтому Господь говорит нам, идите и проповедуйте. Мы не будем заниматься механикой или сложными системами, как все это происходит. Поэтому, не задумываясь о том, в какой момент или как именно Господь призывает, мы идем и проповедуем. Мы идем и обращаемся с любовью даже к тем людям, которые называют нас врагами, кто считает, что... кто называет Христа своего врагом, кто считает, что, например, мы недостаточно умны или, попросту говоря, просто глупы, потому что следуем такой простой религии, как христианство. И в нашей апологетике, в нашей апологии о защите христианства должны присутствовать разные элементы. Конечно же, мы должны знать, во что мы верим. И это один из тех необходимых навыков, с которого я бы хотел начать, что от избытка сердца говорят уста. И этот избыток происходит от Слова Божьего. Порой люди думают, что, когда мы говорим от избытка сердца, это значит от избытка чувств или эмоций. То есть, когда человек только приходит ко Христу, и действительно это глубокое, серьезное переживание во всей его жизни, и это переворачивает все его сознание, все его внутренности, он готов свидетельствовать о миру. Но в такие моменты он может говорить о своих чувствах, но он еще не знает, что говорить о Христе, потому что еще сам не познал, сам еще не приблизился к Богу. Может быть так, в первую очередь я говорю о свидетельстве, не о личном свидетельстве о своей вере, а я говорю о свидетельстве, как о свидетельстве культистам или людям, которые находятся, как говорится, за оградой церкви, которые верят в совершенно иных богов. И нам приходят письма, приходят обращения, люди просто спрашивают, говорят, вот я хочу работать с теми и теми культистами, у меня так много информации, я готов говорить, спорить, обсуждать с ними вопросы христианства. Я задаю тогда простой вопрос, а брат, как долго ты в церкви? Говорит, ну вот полгода. Я говорю, замечательно, живи со Христом, наслаждайся той любовью, наслаждайся вот тем первым общением. Ну, я не знаю, можно ли сравнить с медовым месяцем, но Господь сравнивает церковь с невестой, оставайся со Христом, потому что многие культы или вообще общение с ложными учениями наносят свой отпечаток на сознание, на веру человека. Это достаточно трудное занятие, поэтому мы всегда рекомендуем отдохни, будь со Христом. Придет время, и Господь покажет тебе твое служение. Если ты будешь желать свидетельствовать культистам, Господь найдет тебе и покажет тебе путь. То есть, возможно, ты найдешь для себя новое, другое служение или еще что-то. То есть, в первую очередь, мы не говорим о вновь обращенных, чтобы они шли и говорили о Христе тем, кто с ними спорит. Итак, первая задача – это знать то, во что вы верите. И причем это знание, как есть такое разделение догма и керигма. Есть знание Евангелия, то есть, знание той простой вести, той простой, но такой великой вести о спасении. К сожалению, это недостаточно. Многие люди примерно об этом слышали, что-то об этом знают. Так вот, нужно знать еще и догму. Она заключается в следующем. А почему вы считаете, что это правильно? Почему вы считаете, на основании Писания, на основании христианского богословия, на основании христианской истории или науки, которая подтверждает Писание, на основании чего вы считаете? В первую очередь, конечно, догма – это богословский вопрос. На основании каких богословских утверждений вы считаете те слова, которые вы проведете правильными? Потому что, когда вы придете к людям, которые сомневаются в христианстве или противодействуют ему, они также хорошо образованы, может быть, даже лучше, чем вы. Они будут представлять вам серьезные аргументы, может быть, даже весомее, чем вы прочитали в простой и тонкой брошюре. Поэтому будьте готовы, учитесь. Невозможно прийти и говорить на серьезные темы, прочитав лишь несколько страниц текста. Итак, у нас есть вопрос обучения. Второй момент, очень важный момент, это ваша личная христианская жизнь. Вы знаете, что люди, которые спорят с нами, они смотрят не только на наши аргументы, но даже на то, как мы выглядим, на то, как мы аргументированно ведем разговор, как мы смотрим. Если действительно от нас идет любовь, нас слушают. Но если мы хотим победить в споре, никто нас слушать не будет. Так получается, что это видно. Знаете, когда человек хочет показать свою силу разума, значит, и показать особенно это на фоне некого необразованного, невразованного такого сектанта, в кавычках, да, который ничего не знает о христианстве, говорит, «Ха, друг, сейчас тебе объясню, ты находишься в заблуждении». Никто не любит, когда его, ну, не то чтобы унижают, но так показывают, что он глуповат или что-то не соображает. Поэтому, как только люди увидят такое к ним отношение, они сразу же закроются. Второй еще момент. Люди смотрят на вашу жизнь вне разговора или вне общения. И живя в небольших городах, то есть в местах, где мы так или иначе пересекаемся, я сам из небольшого города, и могу сказать, что люди там через одного, через двух знакомых знают друг о друге почти все. То есть, а, да, мы знаем, да, вот мы там с его мамой работали, да, мы там с сестрой, там с братом, еще что-то. То есть, как-то через друзей друг друга все знают. И поэтому, если ваша жизнь не будет говорить о Христе каким-то явным образом или будет провоцировать людей на сомнения, то это не будет хорошим свидетельством для ваших оппонентов, что жаль и, к сожалению, а может быть, даже к счастью, очень важно. Поэтому, когда вы будете проповедовать или говорить или спорить с людьми, помните также о своей репутации. Здесь вспоминаются слова Павла, что «если мясо искушает моего брата, то не буду есть мясо вовек». Порой людей искушают странные вещи в нашем поведении или в нашей жизни, которые кажутся христианам совершенно свободными или нормальными. Но если вы видите, что такое происходит, лучше какие-то моменты не делать. И последний, третий вопрос. Может быть, он кажется таким не совсем существенным, но умение вести аргументированный диалог отличает любого хорошего полемиста, любого хорошего апологета от, ну так скажем, человека, который не занимается этим служением или этой работой. Невозможно просто так вот почитать интересную статью, ну допустим, о свидетелях Иегова, да, или вот вы послушали лекцию о Виссарионе. Вот сейчас как встану и всем виссарионовцам расскажу, в чем они неправы. У вас не получится. Потому что умение вести диалог, разговор – это искусство. Искусство, которому учиться. И как и герминевтики, о которой мы говорили в прошлый раз, невозможно учиться просто сидя за партой. Нужно и изучение, нужна и практика. И нужно постоянное исправление. То есть вы будете видеть свои ошибки, вы будете исправлять, вам будет досадно, что вы сказали такую глупость, нужно было сказать гораздо умнее, и это хорошо. Вы будете возвращаться, читать еще другие книжки, может быть слушать хорошие примеры. Но вот эта постоянная работа будет совершенствовать ваши навыки и в конечном итоге вас будут не только слушать, но вы будете умело убеждать людей в той вести, которую вы несете. Вы повысите свой уровень понимания, уровень речи, высказываний. Вас будет не только интересно слушать, но и приятно слушать. И действительно, когда в разговор вступает человек подготовленный, всегда интересно продолжать этот разговор. Но если вы видите, что с вами оппонент, разговаривая с вами, оппонент не может сформулировать свою мысль, теряется, сбивается, перескакивает с одной темы на другую, хочет что-то сказать, но то ли стесняется, то ли забыл главную мысль, вы понимаете, что стоит ему подготовиться. То же самое может происходить и с нашими оппонентами, которые слушают нас и слушают нашу бессвязную речь. У меня у самого существовало достаточно долго, я постоянно борюсь с этой проблемой бессвязной речи, потому как приходится много записывать, что-то репетировать, даже повторять какие-то мысли, несколько раз переписывать, чтобы лучше запомнить, держать текст перед глазами. То есть для каждого существует свой способ, как добиться хорошей, чистой, правильной речи, которая будет приятна и удобно понимаема нашим слушателям. Найдите свой вариант, ибо умение вести аргументированный диалог, аргументированно объяснять то, во что вы верите, это искусство. И этому искусству нужно учиться. Продолжение следует... Продолжение следует...